Бывало всё, я пел и горевал, любил вино и был к друзьям привязан, жил по велению чувств, не по указу, и вот уже взошёл на перевал. Я вниз смотрю, кружится голова, я шёл сюда от отчего порога, меня мололи жизни жернова, какую же осилил я дорогу. Знамёна свёрнуты, трубач трубит отход, но я спокоен за начало, ведь кто-то по следам моим пройдёт и своего достигнет перевала. В Усть-Каменогорске долгие годы жил и работал поэт Михаил Иванович Чистяков. Его имя известно далеко за пределами страны. Он писал, как дышал, глубоко, во всю мощь своего поэтического таланта. Жизнь уготовила ему нелёгкую судьбу. Несмотря на трудности, поэт оставался оптимистом до конца своих дней. Поэзия была для него высшим выражением внутреннего мира. Стихи – второе дыхание Творца. Без них жизнь не имела смысла. Михаил Иванович родился в 1917 году в селе Ургуш Байкибашевского района в Башкирии в крестьянской семье. В 1934 году Михаил Чистяков приехал в Семипалатинск и поступил на геолого-разведочный рабочий факультет. Но геологом Михаил Иванович не стал, а, окончив учительские курсы в Алма-Ате, был направлен на работу в село Аксуат Семипалатинской области учителем русского языка и литературы. В 1939 году он поступил на заочное отделение Семипалатинского педагогического института. Однако учебу пришлось прервать, так как началась Великая Отечественная война. В июле 1942 года Михаил Иванович Чистяков ушел на фронт. Он был зачислен в 888-й стрелковый полк 298-й дивизии, которая вела бои на Сталинградском направлении. Мы падали, мы умирали, мы покидали белый свет, мы, стиснув зубы, повторяли, для нас земли за Волгой нет, нас жгло, коверкало, косило, стекло у каждой высоты. В перерывах между боями он не забывал про поэзию, писал о прошедших боях, о товарищеских потерях, о разбитых селах и городах. 22 ноября 1942 года Михаил Иванович был ранен осколком мины. После лечения в госпитале ему был поставлен диагноз «близорукость первой степени». Он был признан негодным к военной службе и демобилизован. Но даже после возвращения домой память не могла успокоиться, потому что на войне он узнал всю глубину солдатского горя. Все пережитое им на войне вылилось в раздел фронтовой лирики «Эхо огненных лет». Я до сих пор не остужу души моей, боями опаленной, И ночью все по комнате хожу, ребят перебираю поименно. Своими стихотворениями о войне Михаил Иванович Чистяков хотел показать свое отношение и народа к происходящей трагедии. Как каждый человек, сражаясь за свободу своей родины, боролся за тот небольшой кусочек земли, в котором вырос сам. После демобилизации Михаил Иванович Чистяков жил в Алма-Ате, затем в Шемкенте, а потом переехал с семьей в Усть-Каменокорск, где прожил большую часть своей жизни. Здесь он работал в школе рабочей молодежи, в педучилище, в школе-интернате имени Жамбыла, в школах номер 11 и номер 25. Его бывшие ученики с благодарностью вспоминали своего учителя, его интересные и нестандартные уроки. Много стихов Михаил Иванович посвятил людям труда, прославлению трудовых будней и трудовых подвигов металлургов, табунщиков, горняков, геологов, лесорубов. Он любил читать свои стихи в трудовых коллективах, студентам, учащимся. Он часто приходил в школы читать свои стихи, рассказывал много о подвигах своих фронтовых товарищей. После он работал в газете «Рудный Алтай», возглавлял литературное объединение «Звено Алтая». Поэзия Михаила Ивановича Чистякова идет от жизни. Она глубока, правдива и конкретна. Вот почему читатель, проникаясь его образами и мыслями, может вместе с ним сказать «О, как непросто истине служить!» На протяжении всего творчества поэт подтверждает эту мысль своими книгами «Усть камень», «Иртыш», «Солдатская память» и развивает и углубляет ее в сборниках стихотворений «Родина», «Дорога», «Мои берега», «Память сердца», «Гуси-лебеди». Он торопился жить и дорожил каждой минутой земного счастья. Михаил Чистяков был счастливым человеком, потому что нашел свое призвание – служить людям. Его поэзия обогащает внутренний мир человека, вселяет веру, надежду, оптимизм. Субтитры создавал DimaTorzok